Начало Джулиан Геррити, директор по контенту. Когда издательство запускает новую игру, оно всегда хочет исследовать в ней какое-то свежее направление, оригинальную идею. С помощью своего очередного проекта, компания Ubisoft попыталась расширить сериал Тома Клэнси, добавив в него масштабную стратегию. Мы посмотрели на разработчиков и подумали, кто из них сможет реализовать нашу идею глобального проекта во вселенной Клэнси. В то время лучшей игрой схожего типа была Rome Total War. За ее разработкой стоял Майкл Деплате. Майкл Деплате, креативный директор. Я был большой фанат настольных игр, люблю Dungeons & Dragons, Warhammer и прочее. Мы основали маленькую студию, нашли инвесторов и сделали игру про австралийскую лигу регби. Ее в конце концов издала EA в рамках бренда EA Sports. И с тех пор мы начали работать над всеми спортивными играми австралийского отделения EA. Мы занимались крикетом, регби, футболом по австралийским правилам. Все это позволило однажды приняться за более оригинальным проектом, стала стратегия Сёгун Total War. А после этого мы сделали Rome Total War. Игра вышла довольно успешно, и у меня появилась возможность присоединиться к Ubisoft и заняться End War. С Майкла все началось. Он имеет большой опыт работы на PC. Но для нас особо важно перенести геймплей на консоли. Работать приходилось с прицелом именно на казуальную аудиторию. У нас собрались люди, которые раньше трудились над Splinter Cell, Ghost Recon Advanced Warfighter 1 и 2, Rainbow Six, Rainbow Six, Vegas. Недавно присоединились и бывшие члены команды Assassin's Creed. Над игрой работают и специалисты по шутерам, и любители стратегии, и PC-шники, и консольщики. Но это были только сотрудники Ubisoft. Нам не хватало руководителей, знающих толк в стратегиях. Поэтому пришлось искать стороннюю помощь. На нас, например, работает главный дизайнер уровней из EA Westwood, а люди, создавшие EVE, помогли нам собрать мультиплеер. Над проектом трудятся сотрудники с самым разным опытом работы. Получилась удивительная смесь культур и вкусов. Игра такая большая и сложная, что без этой команды мечты никак не обойтись. Мне кажется, за нашим примером многие последуют. Голосовые команды Майкл Деплатте, креативный директор. Мы давно вынашивали идею сделать игру с голосовым управлением. Честно говоря, в начале разработки никто не был уверен, что эта идея сработает. Клифф Чу, геймдизайнер. Мы рассчитываем на казуальную аудиторию и старались сделать игру доступной. Джулиан Геррити, директор по контенту. На PC есть клавиатуры и мышь, которые и задают характер геймплея. У нас вместо них только контроллер, а с ним игру нельзя делать сложной. Голосовыми командами мы начали заниматься пару лет назад и до сих пор их дорабатываем. Начальную версию такого управления было очень сложно создать. За основу мы взяли программу Phonics, в которую осталось только вписать слова и фонетически их разобрать. И после этого 95% команд уже распознавались, но систему затем нужно было еще оптимизировать и улучшать. Джульен Бурбане, геймдизайнер. У Юбисофт есть офисы по всему миру, и их сотрудники помогли нам протестировать систему голосовых команд. Мы высылали программу во Францию и в США, так что управление тестировалось по всему миру. Ли Си Куа, разработчик игрового сообщества. Работает как военная рация. Зажимаете кнопку и отдаете приказ. На экране при этом всплывает небольшое меню, в котором показаны все доступные действия. Все, что можно выполнить на геймпаде, реально перенести и в голосовое управление. Игрок может зафиксировать камеру в удобном положении и отдавать приказы любым юнитам на поле боя. Для этого не обязательно на них наводиться. С голосовым управлением вы, как и в жизни, можете из любой точки командовать любым отрядом, не обязательно быть рядом с юнитом. Это дает игроку большую свободу и делает управление камерой намного удобней. Когда мы начинали работать с голосовым управлением, то даже представить не могли, насколько удобным оно окажется. Вы действительно погружаетесь в роль командира. Это как гитара для Guitar Hero. Она не только помогает сделать игру проще, но и дает почувствовать себя в шкуре определенного персонажа. Когда вы освоите управление через голос, команды будут отдаваться совершенно интуитивно. Вы просто говорите, что хотите сделать, а юниты все сами исполняют. Как только вы сыграете с таким управлением, отказаться от него будет уже невозможно. Машины войны Сет Зунь, гейм-дизайнер Том Клэнси уже продумал мир игры. Для нас это не столько ограничение, сколько ориентир. В End War есть, конечно, выдуманные элементы, но это не фантастика. Все очень реалистично. Майкл Деплата, креативный директор. Мы хотели, чтобы действие игры разворачивалось несколько лет спустя, а если Ghost Recon рассказывал про солдат будущего, то в End War показана армия будущего. Перед тем, как создавать юниты, мы провели много исследований. В основе дизайна техники лежат самые передовые американские технологии, которые разрабатываются в данный момент. Главным образом мы смотрим на проект Future Combat Systems. И это стало главной темой фракции США. Именно их мы разработали первыми. Идея Future Combat Systems заключается в создании элитных и мобильных подразделений с продвинутой техникой и оружием. Они очень точные, опасные, быстрые и живучие. Это будет военное ремесло нового поколения. У них лучшие дроны, мощная техника. Это просто-напросто очень сбалансированная сила. Алекс Гурники, менеджер по арт-дирекшену Брэнда. Американскую фракцию мы хотели сделать самой впечатляющей. И только потом мы принялись думать об остальных участниках конфликта и о том, что будет их выделять. В Европе, очевидно, тоже ведется много военных разработок. Почти на всю американскую технику у Европы есть свой ответ. И это стало тематикой для фракции, которая по сюжету стала главным миротворцем на планете. Мы взяли многие элементы от сил объединенных наций. У них больше транспорта на колесном ходу, несмертоносное оружие и орудия, направленной передачи энергии. Эти солдаты по сюжету раньше сражались в Восточной Европе. Европу мы хотели сделать более продвинутой, со светящимися огоньками и прочими футуристическими штучками. Юнит этой фракции слабей, но быстрее, чем отряды США. У них также есть очень эффективные орудия, направленные передачи энергии. Это тактические лазеры, ЭМИ-оружие и прочие вещи, которые сейчас только в разработке. И, наконец, русские. Они намного меньше заботятся о балансе скорости и силы. У них одна только мощь – тяжелая техника. Технологии у них, возможно, не такие продвинутые, как у остальных, но зато опыта в ведении войн с сегодняшнего дня до 2020 года они по сюжету получают очень много, так что это матерые ветераны. Они отлично вписываются в стандартный стратегический шаблон. У США сбалансированная армия, у Европы быстрая, у России сильная. И игрок, по сути, выбирает между агрессивным и оборонительным стилем. Поле брани Меня зовут Тодд Оуэнс, и я главный дизайнер уровней в Эндвор. Я начал работу в качестве дизайнера в Ново Лоджик и трудился сначала над Каманч Голд и другими авиасимуляторами, а потом перешел на Делта Форс, а затем уже в EA. Занимался сначала Red Alert, а потом Yuri's Revenge, Generals и Battle for Middle Earth. И после таких проектов я пришел в Юбисофт работать над Эндвор. Александр Литендро – технический дизайнер уровней. Сначала мы придумали главные локации. Было ясно, что в игре должен быть Париж, Москва и прочие столицы, и важно, чтобы игроки узнавали эти места. Мы хотели, чтобы игра была реалистичной и чтобы локации казались копией реальных мест. Для столиц вроде Парижа или Вашингтона мы просто выбирали подходящую точку в городе, сели за Google Earth и постарались перенести в игру все важные здания, достопримечательности и дороги. Можно сказать, что первым наброском карт стали снимки из Google Earth. Но, как оказалось, на таких уровнях не просто драться, и пришлось немного менять локации. Они все еще были похожи на настоящие места, но уже намного лучше вписывались в игру. Настоящий и игровой город, конечно, отличаются. В реальности есть множество улочек, проходов и мелких деталей. И если мы попытаемся точно скопировать улицу, поставить дома на свои места и каждой помойке найти правильное положение, то карта станет слишком захламленной. Или, в зависимости от места, чересчур пустой. Хуан Хай, младший дизайнер уровней. Если на карте для двух игроков у одной из сторон более благоприятные условия, это серьезная проблема. Значит, баланс не выверен. И для игры, в которую можно играть с живыми людьми, очень важно следить за балансом. Например, мы решили немного изменить виртуальную Москву, чтобы сделать геймплей интереснее. Там есть хорошая большая Красная площадь, но улочки вокруг нее оказались для нас слишком узкими. И мы немного их расширили, чтобы играть было веселей. То есть вместо двух улиц у нас может оказаться одна. А в конечном итоге мы поняли, что получилось слишком много свободного места, и для транспорта на карте чересчур хорошие условия. Так что пришлось кое-где перекрыть дороги, устроить ремонтные работы. Поэтому на реальность уровни похожи, но они не копируют настоящие места один в один. Да и вообще, у нас 2020 год, можно ведь немного импровизировать. Виденье войны. Джулиан Геррити, директор по контенту. Для нас важно было избавиться от классической камеры и в подробностях показать игроку солдат и танки. Майкл Деплата, креативный директор. Мы опустили камеру к самой земле и сделали игру более зрелищной и атмосферной. Тот Оуэнс – главный дизайнер уровней. Процесс становится напряженней, вы чувствуете, будто и впрямь находитесь на поле боя. Все приказы раздаются прямо с места действия. Александр Литендр – технический дизайнер уровней. Вы видите то же, что и ваши солдаты, а потому приходится заниматься разведкой. Мы учитывали новую камеру, когда создавали локации игры. С такой камерой каждый холм и каждое здание ограничивают дальность обзора. В других играх, над которыми я работал, мы использовали туман войны – серую массу, которая скрывает юниты врага. О нашей игре туман не нужен. Чтобы заглянуть, даже за соседний дом вам придется самому направлять туда юнит. Холмы тоже мешают рассмотреть поле боя. В других играх за преграды можно спокойно посмотреть, а у нас они стали важной составляющей игры. Раньше холмы делали только для красоты, дизайнеру уровней просто казалось, что с ними локация будет лучше выглядеть. Из-за этого артиллерия становится весьма эффективной. Вы прячете ее за укрытием, и бомбите врага, а тот даже не видит, кто в него стреляет. Противнику приходится следить за траекторией полета вашего снаряда и отправляться искать артиллерию. В нашей игре каждый холм имеет значение для геймплея. За ними можно прятаться, устраивать засады. Забрались повыше и получается отличный обзор всего поля боя, так что возвышенности нужно использовать с умом. Для нас главное геймплей. Дизайн уровней, сюжет, все сделано так, чтобы играть было интересней. На карте почти нет простых декораций. Каждый элемент либо загораживает вам обзор, либо не дает проехать. Даже положение одиночных деревьев нужно продумать. Размер кустов и тот становится важен. Смогут ли солдаты увидеть через них врага? Так что уровни только кажутся просто красивыми декорациями для боя. На самом деле каждая локация детально продумана. Бои Вин Дью Лам, старший программист по искусственному интеллекту и геймплею. О боевой системе Майкл очень любит поговорить. У нас есть основная цепочка юнитов, каждый из которых против кого-то силен, а кому-то наоборот проигрывает. Майкл Деплата, креативный директор. Мы хотели сделать отношения между юнитами максимально реалистичными и простыми, чтобы любой игрок с минимальным опытом в жанре мог начать бой и тут же разобраться, какие отряды против кого сильны. Конечно, отношения юнитов между собой основаны на реальном положении вещей. В армии не бывает операций, где участвует просто куча танков или вертолетов. У каждой техники своя роль. Всего у нас семь типов юнитов. Среди них есть три основных. Это танки, грубо говоря, тяжелая кавалерия, вертолеты, которые эффективны против танков, то есть играют роль легкой кавалерии, и транспорт, у которого две роли. Он перевозит пехоту, но также хорошо разбирается с вертолетами. И это основа нашей системы. В рабочей версии игры бои так и выглядели. Не было ни здоровья, ни урона. Их мы добавили потом. Дальше появилась система оружия, каждая из которых была эффективна против определенного врага. Так, по сути, бои и усложнились. Был даже момент, когда просчитывать драку оказалось слишком сложно. Мы добавили так много элементов, что баланс выверить оказалось невозможно. Есть еще два класса пехоты, тяжелая и легкая. Главная их особенность в том, что солдат нужно всегда держать за укрытием. И затем появились еще два дополнительных юнита, это артиллерия и командный транспорт, который занимается разведкой. В конце концов, мы упростили систему, и теперь можем нормально просчитать баланс. Если вертолеты окажутся слишком сильными, мы можем по одному их ослабить. А если они чересчур легко разбираются с пехотой, это тоже можно быстро исправить. У нас было много сложных систем для захода с фланга, морали, усталости и погоды. Но игроку следить за ними было скучно и, в общем-то, незачем. Так что мы постепенно убрали всю эту шелуху, пока не осталась чистой стратегии. Как мне кажется, получилось намного глубже, проще и интересней.